Что ж, темой нашей сегодняшней мини-лекции будет создание авторского телепроекта от А до Я на примере моей собственной программы, которая называется Вымпел. Несмотря на то, что тема звучит как А до Я, алфавит, больше наша тема будет напоминать алфавит вопросов, которые должен себе задавать каждый творец перед тем, как начать созидать. И алфавит ответов, которые себе должен давать в процессе. Что это за программа? Ну, как звучит в эфире уже больше, чем 35 выпусков. Приветствую, в эфире Вымпел. Здесь вы, как и всегда, сможете узнать все самое интересное из мира кино, комиксов, сериалов, видеоигр, настолок и прочих радостей гиковской жизни. Вообще, гиковская жизнь понятие весьма растяжимое. Все, что относится к массовой культуре, от каких-то новостей про огромный сферический экран где-то в Америке до модели айфонов, чисто технически под это подходит. Я больше занимаюсь развлекательной темой, с чем связан лично, там, игры, комиксы, книги. Вот. Поэтому будем говорить на этом примере. Самые важные вопросы, которые задает себе автор в первую очередь, да, иллюстративный материал, по большей части, что называется, личный и основанный на собственных выпусках. Когда ты запускаешь проект, первое, что ты должен спросить себя, что ты делаешь и зачем ты делаешь. Ну, там еще следствие приводит к вопросу, почему. Это хорошие вопросы. Что ты будешь делать? Программу, которая должна развлекать, программу, которая должна будоражить население. Но так как мы говорим про студенческую и в первую очередь развлекательную, то очевидно, что это что-то, что должно дарить. Релакс, радость, удовольствие. И в целом в нашей не очень простой и особенно осенью такой холодной пасмурной жизни дарить сколько, про хронометраж чуть позже, но, допустим, ограниченное количество времени, радость каждую неделю. Зачем ты будешь это делать? Тут тоже вопросов много. Каждый задает себе вопросы сам. Самый очевидный, потому что можешь. И вообще этим вопросом задаваться мы будем чуть позже. Но самое важное, зачем ты будешь это делать? Потому что ты хочешь этим поделиться, в первую очередь, с окружающим миром. Собственно, вопросы, которые следуют после. Зачем? Начинается мыслительный процесс. Ну, несколько высокомерно, горделиво, и не стоит очень сильно в это уходить. Но самый лучший ответ, потому что мне это нравится, и в первую очередь я хочу поделиться этим с миром. Не стоит уходить слишком сильно в гордыню, что я самый главный. Безусловно, авторский проект базируется на том, что автор, он и продюсер, он и режиссер, он и сценарист, он имеет право вето при любом монтаже или при попытках как-то инородно внедриться в его проект. Но, тем не менее, заигрывать и увлекаться этим чрезмерно не стоит. Сразу переходим к несколько более благородному посылу, потому что ТВ современному чего-то не хватает. Чего может не хватать современному ТВ? Ну, очевидно, новостей хороших. Все, что в мире не происходит, нас всех будоражит, и будоражит зачастую не по хорошим причинам. На одну новость, что в московском питомнике у панды открылись глазки спустя несколько десятков дней, приходится куча вещей, которые несут горе, которые несут стресс. И студенческую жизнь, особенно тех, кто связан с медиа, легче явно не делают. Даже если ты просто занимаешься скромной программой про настолки, настолки дорожают по тем или иным причинам, что-то не привозят. Поэтому новостей хороших много не бывает, и чем больше их, тем лучше. Очевидно, юмор, который понятен фанатам конкретных субкультур, потому что можно найти программы, посвященные моде, можно найти посвященные готовке, можно найти посвященные, допустим, какой-то технической тематике. А вот такой неисследованный пласт, у которого определенно множество фанатов, судя по тому, что эта индустрия по всему миру активно развивается, имеет везде свой какой-то контекст, свой колорит, это же непаханное поле. Причем до этого попытки были, но они как-то буксовали, уходя больше в сольное блогерское плавание. Ну, разумеется, спонтанность, искренность на экране про эффект суфлера мы еще поговорим, но вот тот момент, что да, бывают ляпы, да, можно оговориться в своей речи, можно... Все мы люди, можно просто сказать так, отмотаем на пару слов назад и продолжать. Никаких проблем, это работает в школе, это работает в институте, это работает во взрослой жизни. Почему это не должно работать на экране, цель которого наладить коммуникацию, и что как не раскрывает коммуникации, как искренно. Ну, в конце концов, все YouTube смотрят, знают эту фишку, когда какой-то ляп, ты пускаешь хороший кадр за ним с ляпом и с серым фоном, где вы весело обшучиваете косяк ведущего. Ну, разумеется, репрезентация игр, хобби, которые могут объединять и какие-то фанатские сообщества, и семьи, где играют папы, мамы, дети, ну и в том числе друзей. Для кого? Целевая аудитория, очень важное понимание, для кого вы хотите делать. У вас огромный выбор, очень неплохо, если вы поставите галочку хотя бы подле кого-то из следующей категории, но если у всех, то полное бинго, у вас с этим полный порядок. Можно делать для родителей, для мамы, папы, для бабушек, дедушек, чтобы они порадовались, чтобы они гордились еще больше. Можно делать для себя любимого, это тоже никто не отменяет, чтобы, смотря на себя на экране, говорить, как же я хорош, как же я хорошо выгляжу в кадре, какой у меня классный голос. Это тоже очень полезно. Ну, для друзей или для совершенно неизвестного количества людей, как уж программа выстрелит, как вы постараетесь. Но для людей, которых вы не знаете, но которые могут узнать вас, вы не знаете, чем они интересуются, какие у них хобби, какой у них пол, какой у них возраст, какое у них географическое расположение. Но для кого вы в первую очередь хотите творить, это тоже надо понимать. По крайней мере, себе гораздо проще. Кто автор? Ну, собственно, на выбор я, 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 но суть не в том. Я занимаюсь журналистикой, получаю образование и заканчиваю уже получать образование бакалавриата телевизионной журналистики, но автор – это не обязательно медийщик. Хотя, да, большая часть людей в нашей редакции – это именно медийщики, потому что они имеют профессиональный интерес, и пришли они по зову сердца, значит, возможно, что-то производить, должны им аукаться, поэтому все с удовольствием идут. Но автор – это в первую очередь человек, который горит какой-то темой. Любите ли вы цветы, я не знаю, ягоды, овощи, древние языки, драгоценности, причем драгоценности на любом этапе, от обработки аукционов, выкапывания их из каких-нибудь древних руин? Пожалуйста, рассказывайте про ту тему, которой горите. В этом и смысл авторской программы. И хуже нет, когда у авторской программы текст пишет один человек, допустим, а читает его другой. Например, есть такой канал на YouTube IGM, посвященный видеоиграм, и там очень часто бывает, что сценарист пишет шутку, ведущий ее произносит от первого лица, что там «меня в какой-то момент аж трясло», и ты не понимаешь, кого трясло ведущего, который сейчас зачитывает текст, трясется или того, кто писал. Поэтому лучше, когда самые основные роли презентующие отводятся именно автору, это полезно. Дальше, медийщики, которые это смотрят, а я думаю, они будут это смотреть, и медийщики здесь присутствующие не дадут соврать. Самое важное, когда вы расписываете проект, сразу после названия идет формат и хронометраж. Иногда эти места пунктами меняются. То есть, как часто будет выходить ваш проект, и сколько это чудо будет длиться. В нашем случае вымпел это суббота, до этого была пятница, но потом переехал на субботу. Когда-то было 15 минут, стало 14. Будем надеяться, что тенденция не продолжится, и все это окончательно не ужмется. Ну и, соответственно, три рубрики. Рубрики эти практически неизменны. То есть, это новости, это закадровый голос и подобранный видеоряд из свободных источников вроде Ютуба. Это или обзор кинокартины, сериала, видеоигры или комикса. В первых трех случаях это чередование ведущего на фоне и видеоряда из открытых источников. А если комикс, то это интерактив человека, собственно, ведущего, покорного слуги, с книжкой, которую он перелистывает. И обзор настольной игры, я думаю, в углу можно разглядеть. Интерактив, собственно, ведущего с компонентами. Так, очень важная умная мысль, которую я украл у кого-то в интернете. Автора, собственно, все еще не знаю, за это очень сильно загонять. Может быть, вам повезет больше. Но мысль умная, возьмите на вооружение. Автора на его непростом пути к созданию контента всегда должны вести, тянуть за собой два чувства. Это чувство вкуса и чувство меры. Если есть какое-то одно, но нет другого, у вас, очевидно, могут возникнуть проблемы. Поэтому единообразие стиля, стремитесь к нему. Например, у меня очень конкретный пунктик на пиксель-арте. Потому что в детстве я играл в эти старые кнопочные телефоны, где мячик катается и какие-то версии компьютерных игр. И, как это говорится, а мне куча фигурок из пикселей дороже современной навороченной графики. Поэтому перебивки, названия, титры, стилистика, даже вон шрифт, все должно стремиться к какому-то одному смыслу. Если у вас это, допустим, как-то связано с природой, если вы отыгрываете роль друида, который о чем-то рассказывает, то это должен шрифт, опутанный лозами, например. Ну, я думаю, вы уловили смысл. Вот. Поэтому, например, кстати, о смысле. У смысла обычно есть цвет, а у цвета смысл. Цветовая палитра, которая уже больше года присутствует, это сочетание трех неизменных цветов. Это красный снизу, то есть это обычно стол. Это фиолетовый на бэкграунде или на зеленом экране, о котором чуть позже, или на заставке. И это синий на ведущем. Это самая удачная для контраста цветовая палитра. Когда вы определились со всеми самыми важными концептуальными вопросами, вы постепенно переходите к практике. Задаетесь новыми вопросами. Где снимать, с кем снимать, с какого ракурса снимать, как снимать. Ну и лучше, если вы сразу же до того, как вы выехали на съемку, задумаетесь о будущем, о последствиях. У всего есть последствия, у съемки тоже. Чем подробнее вы распишете свой проект, тем проще вам будет потом с ним заниматься. То есть на препродакшене задуматься уже о постпродакшене. Это термин, который, я думаю, знаком больше киноманам. Слева, да, определенно слева примеры, когда снималась студия. Причем на экране ноутбука это чуть ярче. Тоже стоит это учитывать. Когда записывалось на фоне зеленого экрана прямо в павильоне. Там камеры выставлены. Сел, натянул красное сукно на стол. Сел, пожалуйста, начинаем. Справа уже выездная локация. Сразу видно картинка ярче, но в то же время картинка капризнее. Потому что если, допустим, в студии уже все выставлено, то вам надо все дотранспортировать до точки. Нам повезло, у нас это соседняя улица. Но все-таки дотранспортировать камеру, свет, все это выставить. Учесть особенности, потому что, например, студия очень капризная к свету. Если вы не принесли достаточно источников, хорошо это выглядеть не будет. Вот. Так, один момент. Главный босс. И стоит сразу пересечь две такие популярные темы. Это не должно звучать как укол в сторону более профессиональных коллег нисколько. Но очень важная фишка в авторской программе – это попытка отказаться от суфлера. В том углу можно увидеть ведущего когда-то тоже программы про игры. Сейчас это блогер Илья Мэдисон. Он славится своим специфическим юмором и рекламой всего того, что появляется у него в видео. И вот совсем недавно хайлайт, то есть нарезка, вышла на его YouTube-канале, где он зачитывал рекламную интеграцию с помощью новой нейросети. Она позволяет вам смотреть, допустим, вот туда, на тот баннер. А в то же время нейросеть будет рисовать, будто вы смотрите прямо в камеру. Это позволяет вам как угодно экспериментировать с текстом, подглядывать, но нейросеть будет дорисовывать. Безусловно, технологии инновационные. Но выглядит сейчас это жутко, потому что вот примерно... Тут нельзя оставлять видео. Но все видео, которое с ним было, оно выглядело примерно так. Он даже не моргал. Поэтому суфлер, во-первых, подумайте о своих друзьях, с кем вы будете это записывать, или о своих коллегах. Потому что, ну, будем честными, тащить два света, два штатива к свету, камеру, штатив к камере, еще и суфлер и штатив к суфлеру, ну, ради бога, пощадите других людей, с кем вы работаете. Это во-первых. А во-вторых, все-таки гораздо живее, когда человек может ошибиться, перескочить с мысли на мысль, затупить, посмотреть в какую другую сторону. Все мы люди. Это именно то, что подкупает, чем, я думаю, у каждого было, кто ходил в университет или в школу, задание сделать доклад, и обязательно был какой-то человек, который выходил с бумажкой и начинал читать, глядя в нее монотонным голосом, бумажку. Абсолютно безэмоционально так все свое выступление. Конечно, это тоже рабочий вариант. Всех можно понять, и нисколько стигмой в сторону тех, кто пользуется суфлером, это звучать не должно. Но если мы говорим в первую очередь про авторский проект, где, ну, некоторая харизма, стиль, узнаваемый тембр, все это куда больше идет, если вы взаимодействуете с камерой. Ну и в конце концов, если вы сильно накосячили, всегда можно сделать новый дубль и перемонтировать, ничего, не беда. Вот. Стоит об этом подумать. Отличный пример. Крис Метсон, творческий директор World of Warcraft, недавно, 3 ноября, на Близконе 2023 года, в Анахейме, в штате Калифорния, презентовал цикл дополнений. В чем смысл? Панель игры, несколько проектов, которые презентуют друг за другом. Один проект, выходит творческий директор, начинает вот так вот что-то рассказывать. Уходит. Второй проект, выходит творческий директор, начинает так что-то рассказывать. Выходит он, а он очень долго работал в этой компании, то есть это то, чем он горел, это его детище. И почти 15 минут он жестикулировал, зажигал зал, обращался к одной фракции, кто за Орду, кто за Альянс. Ему там что-то кричат, все, наверное, видели этот немский аннуризм, где ему кричат, ты потрясающий, он говорит, нет, это ты потрясающий. Вот тут то же самое, ему что-то говорят, улыбается, сердечко показывает. То есть это живость, это то, что нужно демонстрировать, особенно сейчас. И это очень хорошо. Если вы рассказываете о том, что вам интересно, о той теме, которая у вас есть, вы всегда найдете слова. В конце концов, мы же не просто через бумажки общаемся, когда мы видимся с друзьями, да, кто-то говорит медленно, кто-то быстро, кто-то мало, кто-то много. Но нам всегда есть о чем поговорить, так почему это и нести в телевидении? Ну и сейчас хочется поговорить о очень важной части, которая, безусловно, влияет на итоговый вид проекта, это монтаж. Этот замечательный товарищ Илья Алексеевич Ковядин, мой одногруппник, к сожалению, сегодня присутствовать не смог. А зря. Ведь именно его руками делается красота, которой я очень горжусь, программа. И о монтаже стоит замолвить слово, потому что монтаж, безусловно, важен. Но у монтажа есть одна фишка. Если вы будете заниматься этим лично, есть риск, что все, что я до этого говорил, вы возненавидите. Вы возненавидите тему, которой занимались. Аспекты, которые вы обсуждали, вот это харизматичное выступление, все вы возненавидите. Потому что, чтобы был хороший монтаж, особенно если мы говорим про множество склеек, про какую-то попытку с анимацией, с какими-то исчезающими объектами, вам надо пересматривать фрагмент по 50 раз. Сначала отобрать, потом все это поставить на дорожку, вместе свести. Ну и представьте, если вы 50 раз, как бы вы свой голос не любили, слушайте о том, что, допустим, 20 сентября была анонсирована новая игра. Даже если вы эту игру страшно ждете, на 50 раз примерно за час вам это осточертеет. А если это выходит на постоянку, у вас несколько рубрик, то вы возненавидите все темы, которыми вы занимаетесь. Поэтому я бесконечно благодарен человеку за терпение. И также рекомендую. Ну, если у вас есть задатки к небывалой воле, что в наши времена очень ценятся и очень редко, то, безусловно, самостоятельно взвалить на эти плечи – это будет повод для гордости. Но! Но! Перед тем, как мы перейдем на финальные слова с прекрасным небом, облачками, яркими цветами, хочется в первую очередь сказать, что все, что здесь было сказано – это лишь советы. Потому что выходит каждый день новая технология, новая нейросеть, новый эксперимент, в конце концов, авторский проект, он темой авторский, что в первую очередь автор оказывает на него финальное влияние. Мне очень хочется верить, что все те, кто посмотрят, все те, кто это услышит, загорятся, даже если это будет не телевизионный проект, почему нет? Своя колонка, свой вид стикеров – все это тоже найдет свое выражение. На этом у меня все. Я благодарю всех за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!